Вокальному ансамблю Павла Шаромова 25 лет. Юбилей коллектив отмечают на сцене большим концертом. Все билеты на него были проданы за неделю до события. Позади четверть века концертной истории, ансамбль Павла Шаромова снова на сцене. И уходить с нее не собирается еще долго. На юбилейный концерт исполнителей полный солд-аут. Ни одного билета в продаже не осталось. Публика ансамбль любит замультижанровость. Мы очень выборочно подходим к нашим любовям. Просто нам в какой-то момент становится скучно играть. Например, один джаз мы переходим к эстраде. Надоедает эстрада, и очень быстро возвращаемся к классике. Или даже к мадригалам, к ренессансу. На самом деле история коллектива уже перевалила за 30 лет. Идея отделиться от камерного хора у выпускника консерватории Павла Шаромова и его единомышленников появилась в 86-м году. Начинали со старинной музыки, а пришли ко всем возможным жанрам. Другие артисты филармонии с ансамблем Шаромова сотрудничать любят. Евгений Серебренников работал со всеми составами коллектива. Я просто всегда был как-то немножко удивлен их энтузиазмом, с которым они брались за это дело. Прекрасный все время был у них коллектив. Паша умеет создавать коллектив. А вот Маргарита – самая молодая из участников ансамбля. С ней делятся опытом. Она, в свою очередь, добавляет огня. Ты вот вроде на работу приходишь, а очень сильно радуешься, во-первых, тому, кто с тобой работает. Это профессионалы, до которых ты все время хочешь расти. Они тебя всегда двигают вперед. Это просто, в принципе, хорошие люди, которые тебя никогда не бросят. Даже не только по поводу работы, да, просто в жизни всегда помогают. В этом заключается секрет долголетия проекта. Поддержка не только на сцене, но и за ее пределами. И тогда подвластны все жанры и достижимы любые горизонты. Екатерина Макаркина, Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова